В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Каждому по мандату. Депутатам 7-го созыва вручили удостоверение. Ремонтировать нельзя откладывать. Когда сделают капитальный ремонт тиры на Икаре? Бабьи леты и антициклон Сазорских островов. Синоптик Нижегородского гидрометцентра рассказывал о погоде на ближайшие дни. Далее расскажем обо всем подробно. В городской думе состоялось вручение удостоверения депутатам 7-го созыва. Народные избранники получили документы из рук председателя территориальной избирательной комиссии. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации и ядерного центра, а также наша съемочная группа. Из 34 мест на городских округах 24 получили единороссы, два – представители ЛДПР, одно – досталось коммунистам и семь – самовыдвиженцам. В таком составе депутаты будут работать ближайшие пять лет. Председатель территориальной избирательной комиссии Сарова поприветствовал народных избранников и огласил итоги голосования. В досрочном голосовании участвовали жители города-избиратели 11 170 избирателей, что составляет 14,8% от числа избирателей города. В единый день голосования, 13 сентября, проголосовало 17 292 избирателей, что составляет 22,8%. В торжественной обстановке Валентин Борис вручил удостоверение депутатам седьмого созыва. Заместитель директора РФИА ЦВНИЕФ по управлению персоналом поздравил парламентариев и пожелал успеха в будущей работе. Задача у нас с вами одна – это благополучие нашего города, благополучие нашего с вами, так сказать, градообразующего предприятия, как Центр национальной безопасности. Я бы хотел здесь в этом смысле пожелать всем успехов, пожелать всем крепкого здоровья, как это – дружной, единой работы, эффективной, плодотворной. Ну и с тем, чтобы, так сказать, нам по окончании определенного срока, когда мы с вами завершим, так сказать, опять, как бы, так сказать, не было стыдно прочитаться перед своими избирателями. На встрече выбрали депутатов, которые войдут в организационную комиссию по первому заседанию. Его должны провести до 2 октября. На заседании депутаты обсудят создание мандатной комиссии, подтверждение полномочий избранников, изменения в регламент городской думы и текущие вопросы. Внесен ряд решений, связанных с передачей собственности, как из муниципальной собственности в федеральную, так и наоборот. Но это стандартные вопросы. У нас есть три условия приватизации, которые в прогнозном плане приватизации объекта стоят на этот год. У нас есть решение по обращению к губернатору с тарифами. Депутаты рассмотрят положение и объявят конкурс на должность главы города, который теперь также будет исполнять обязанности и главы администрации. В 7 лет закрыт стрелковый тир на стадионе Икара. Помещение требует капитального ремонта. Несколько лет заняла разработка проектно-сметной документации. В 2018 году деньги на реконструкцию выделили, но ни один подрядчик на конкурс не заявился. В этом году финансирование увеличили, но руководство спортивной школы опасается, что в этот раз ремонту может помешать пандемия. Стрелковый тир на стадионе Икар закрыт с 2013 года. Тренировочный процесс тогда перенесли на «Авангард», где воспитанники занимались около 7 лет. 23 апреля 2020 года здесь случился пожар. Спортсмены вновь остались без помещения. Проект на смертную документацию капитального ремонта тиры на Икаре специалисты подготовили в 2018 году. С того времени подрядчика на объект найти не удалось. Конкурс по проекту объявляют уже в третий раз. В предыдущих случаях строители отказывались начинать работу из-за недостатка финансирования. Первоначальная сумма была в два раза меньше, было 15 миллионов. Сейчас выделили 29 миллионов. Первоначальные конкурсы, которые проходили, они были неудачные. Желающие подавали неправильные заявки, к сожалению. И желающих было мало в ходе того, что сумма была небольшая. И работы получались разгрозненные. Очередной конкурс по проекту на сумму 29 миллионов 811 тысяч рублей пройдет 25 сентября. Подрядчику предстоит устранить дефекты здания, усилить несущую способность его конструкций, разобрать внутренний грунт, выполнить гидроизоляцию и покрасить стены, поменять вентиляцию и электричество, привести здание к соответствию всем нормам. Сейчас здесь находится стена с электрощитками. Согласно проекту, во время капитального ремонта строители должны будут создать эвакуационный выход. По требованиям пожарной безопасности. Строители отремонтируют стрелковые галереи, кабинеты начальника и методический, склады для инвентаря, раздевалки, комнаты технического персонала, для хранения оружия и боеприпасов, блиндаж и венткамеру. Выделили денежные средства полной суммой, которая необходима для ремонта. Я думаю, будут желающие, которые будут участвовать в конкурсе, и которые у нас достойно сделают современный объект, современный тир, который будет, наверное, одним из лучших не только в Нижегородской области. Пока определяют, кто будет ремонтировать здание, воспитанники тренируются на лазерном оружии. Специалисты завершают подготовку тира школы номер 14, где скоро смогут заниматься спортсмены. 934 миллиона рублей будут дополнительно направлены из федерального бюджета на ежемесячные выплаты многодетным семьям Нижегородской области. Соответствующее проспоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Речь идет о пособиях для семей, в которых родились трое и более детей. Размер выплат зависит от регионального детского прожиточного минимума, который в Нижегородской области в 2020 году составляет 10 300 рублей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. После окончания дачного сезона в Сарове отменят несколько вечерних рейсов. Как сообщили в департаменте городского хозяйства, это произойдет уже 1 октября. По будням перестанут ходить автобусы номер 5С с отправлением в 20.45, а также девятка с отправлением в 21.23. До начала следующего дачного сезона на паузу поставят рейс с отправлением в 21.10 по маршруту 5С и рейс с отправлением в 21.00 по маршруту номер 19. 28 сентября в парке состоится презентация передвижной фотовыставки Горьковчане. «Приближая победу». Она состоит из 15 фотосюжетов, основа каждого из которых документальный материал. Простые человеческие истории, которые авторы проекта искали совместно с историками в архивах. В работе над проектом принимал участие большой творческий коллектив. Режиссеры, операторы, гримеры, костюмеры. Среди них не было профессиональных актеров. Снимались простые нижегородцы. Потомки тех, кто на полях сражений и в тлу добывал победу. Рассказать о проблемах с вывозом мусора можно по телефону. Для улучшения обратной связи с гражданами в Государственной жилищной инспекции региона работает горячая линия. По вопросам несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов, переполнения контейнеров и неудовлетворительного содержания контейнерных площадок Сорочи не могут обращаться по телефону. 8-800-31-430-79-19 8 миллиардов долларов выделят США на поддержку семей, столкнувшихся со сложностями из-за коронавируса. Страна остается на первом месте в мире по общему количеству случаев заражения COVID-19. По последним данным, за все время медики вывели в США более 6 миллионов 800 случаев заражения коронавирусом и свыше 200 тысяч летальных исходов. В связи с этим американский журнал «Тайм» второй раз в истории изменил свою фирменную красную рамку на обложке на траурную черную, чтобы почтить память 200 тысяч умерших от коронавируса в США. Впервые в издании делали подобное после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. В этот раз обложка еженедельного журнала заполнена белыми надписями на черном фоне. Там можно увидеть ежедневное количество смертей от коронавирусной инфекции с начала пандемии. Посредине обложки из надписей жирным шрифтом вырисовывается число – 200 тысяч. Количество американцев, умерших от заболевания. В России за сутки опасным вирусом заразились 6 тысяч 431 человек. Всего от коронавируса погибли 19 тысяч 799 россиян. В Нижегородской области выявлено 147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Сарове за сутки COVID-19 зафиксировали у 31 человека. В Нижегородской области в свои права вступило бабье лето. Причиной теплой погоды в начале осени становится воздух, который приносит антициклон с Атлантического океана. О том, насколько задержится теплая и сухая погода в регионе и прогнозах на октябрь, смотрите в нашем следующем репортаже. В этом году сентябрь удивил горожан своими погодными сюрпризами. Начало месяца было довольно теплым. Иногда столбик термометра поднимался даже до отметки в 30 градусов. Подул северный ветер, который принес холодные осенние дожди и заморозки. Но долгожданное бабье лето все же наступило. Теплый воздух в регион пришел вместе с антициклоном с островов в Атлантическом океане. Над нашими районами усиливается гребень Азорского антициклона, а значит почти до конца месяца будет преобладать повышенный температурный фон на 4-5 градусов выше климатической нормы. Днем воду будет прогреваться до плюс 18-20 градусов, а на солнце в полдень еще теплее. Ночью столбик термометров уже не поднимется выше плюс 5 градусов. В низинах до 3 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, полностью в свои права осень вступит в октябре. Среднемесячная температура воздуха в центральном календарном месяце осени ожидается плюс 4-5 градусов. Это в пределах климатической нормы. Что касается осадков в октябре, то их будет также в пределах обычного – около 55 миллиметров. А пока соровщане радуются внезапному теплу, солнечной погоде и надеются, что бабье лето еще задержится в регионе. Я жду бабье лето. Надеюсь, мы еще погреемся пару недель. Потом все как обычно – холодно и промозгло. Я осень обожаю. И дождь, и с ней все что угодно. А золото – это вообще красота. Замечательный, самый лучший. Погода постоянно преподносит нам сюрпризы, радует небывалым теплом осенью или огорчает внезапными холодами летом. Так, в 99-м году синоптики зафиксировали самую высокую температуру воздуха в октябре – плюс 23 градуса. Правда, было это в Волгограде. А самым холодным октябрь в России был в 2014-м. Тогда столбик термом-Т редко поднимался выше плюс 1 градуса. Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил возмещать траты на оплату услуг частных детских садов. В своем обращении на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова депутат отметил, что Конституция гарантирует общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Федоров предлагает выплачивать денежную компенсацию семьям, чтобы дети не были приняты в бюджетные детские сады в момент достижения ребенка в возрасте, необходимого для поступления. И поэтому им пришлось отдать ребенка в платный детский сад. В официальных группах канала «16» в социальных сетях мы спросили у саровчан, поддерживают ли они такую инициативу. 68% респондентов высказались за принятие соответствующего закона. 21% участников опроса не согласны с предложением депутата Госдумы. Преподаватель детской школы искусств номер 2 Снежана Калинкина стала призером Международного фестиваля художественных промыслов «Секреты мастеров» в Нижнем Новгороде. В конкурсе приняло участие более 500 человек со всего мира. Жюри оценивало мастеров по трем номинациям. Декоративно-прикладное искусство в интерьере, символ Нижегородской области, любимая игрушка. В последнее Снежана Калинкина заняла третье место с игрушкой «Соломенная лошадка». Следующий фестиваль в планах педагога уже в декабре. Это «Кукла в народном костюме» в Москве. Военная история в деталях. Вот уже два года на базе Центра внешкольной работы существует музей оловянного солдатика. За это время свое место на стеллажах заняли тысячи миниатюрных воинов различных эпох. О том, с чего начинался музей, как он развивается и чем удивится ровчам в ближайшее время, смотрите в нашем следующем репортаже. Каждый уголок здесь пропитан историей. Русские, советские, французские, японские. Бойцы, завоеватели и правители. Музей оловянного солдатика открылся в Центре внешкольной работы два года назад. С тех пор из нескольких стендов он вырос в настоящую историческую галерею. У нас прибавилось очень много стендов новых, у нас прибавилось новые целые направления, то есть у нас техники очень много появилось. И если год назад мы пришли, не было даже вот этой диорамы, вот этой гигантской, да, Бородинское сражение. Ну, почти пусто было в помещении, только вот большие шкафы. То есть сейчас у нас есть вот эта диорама, она уже подготовлена, здесь уже более двух тысяч солдатиков стоит. Танки отличные у нас есть, тема корабли. В музее представлены миниатюры из олова, железа, пластика, макеты построек разных эпох, вооружение и военная форма, портреты полководцев. Здесь солдатика старинного, мы можем видеть не только в телеке, да, немножко в таком гипертрофированном виде, как сейчас показывают, а именно так, как он выглядит. Если мы взяли там английского солдата 1815 года, битву про Утерлотку, вот он так и выглядит. Если мы взяли Кутузова, как он выглядел, Кутузов на самом деле, да, и оказывается и без повязки вовсе, да. Это история и ничего более. Здесь у нас вместе на одной полочке Николай II и Ленин. Здесь у нас рядом немецкие солдаты и рядом с ними, скажем, французские солдаты, тоже римляне, вот в одном стенде. То есть здесь как-то мы уживаемся все. Только за последний год музей посетили около пяти тысяч детей. В создании экспозиции и экскурсиях сотрудникам помогают члены военно-исторического клуба «Победители». София Комкова пришла в молодежное объединение больше года назад. Ее привлекли участие в реконструкциях и новые знания. Каждый раз, когда прихожу, всегда узнаю что-то новое, всегда получаю какие-то положительные эмоции. Мне очень приятно здесь находиться. Устрояем небольшие экскурсии, приходят классы, приходят люди отдельно, приходят взрослые люди, приходит кто-то из центра вообще. Посетители часто приносят подарки музею, делятся своим творчеством. Коллекции пополняются авторскими картинами, игрушками, памятными предметами. Сотрудники музея завершают работу над экспозицией «Нижегородское ополчение Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина» диорамой «Штурм Берлина». В планах создание стенда с обороной Севастополя в 1854 году. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.